Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео хочу посвятить такой теме, как расширение семей перед главным медосбором или просто даже перед медосбором, не обязательно главным. А на что хочу акцентировать внимание и что хочу показать в этом видео? Покажу состояние семей, как правильно расширить семью перед медосбором. Почему это так важно? Потому что если вы сильно расширите семью, то будет малое количество расплода, семья потеряет тот температурный режим, о котором я вам рассказывал в своих прошлых видео, и не будет правильного температурного режима, тогда развитие, закладка расплода, обогрев расплода, а также отстройка ващины будут нарушены эти процессы. Плюс ко всему запечатывать мед также будут неохотно. И он будет размазан, что самое такое неприятное. Например, для кого-то может быть несущественно развитие и все остальное, кто-то просто этого не замечает. Потому что расширил, поставил корпус на корпус, скажем, просто поставил корпус ващины или корпус суши, и думает, что это все прекрасно, это нормально, и не замечает того, что происходит в этой семье. На самом деле она хуже развивается, на самом деле она растянула весь мед по рамкам и ничего не запечатала. Потому что это также зависит и от дальности расположения медоносов и других-других факторов. Так вот, как правильно расширить гнездо, чтобы угадать вот с этим моментом, то есть для начинающих пчеловодов это действительно может быть дилеммой. Потому что в корпусной системе у лев есть, ну как у меня, 12-рамочный корпус. Какие вообще возможны варианты, чтобы вы поняли, о чем я хочу сказать. Скажем, один корпус полностью забит пчелами весной. И стоит вопрос, расширять их вторым корпусом, магазинной надставкой 145, либо же каким-то другим образом. Также, что делать, если нет магазинных надставок, или же они просто закончились. На все эти вопросы я дам ответы в этом видео, наглядно покажу на своих семьях. Ну и начнем вот с такой семейки, друзья. Как вы видите, магазин стоит, то есть 145-й корпус. Но я вам покажу, что он на самом деле пустой. То есть там нет пчел на данном этапе. Здесь просто стоят пустые полурамки. Они были откачаны, мед из них откачан. Видите, это оттянутая 145-я сушь. Здесь совершенно нет хвощин. Почему здесь нет пчел? Потому что пленка находится также между магазинной надставкой и самим корпусом. Ну а теперь посмотрим. Это я просто так хранил магазинную надставку. Сейчас посмотрим, что этой семье дать. Просто поставить магазин сверху, либо же может быть даже целый корпус. Многие не обращают на это внимание. Просто расширяют. Стоит отметить, что вот такое расширение, работа по корпусу, либо же постановка магазинов, это не что иное, как технология пчеловодства. И у каждого она своя. Зависит от региона, от месяца, от самого типа медосбора. То есть весенний, например, там акация совсем по-другому может быть. И так далее, и так далее. Очень много факторов различных. Поэтому вариантов здесь немного. Расширение либо магазинами с переходом пчел туда, либо же расширение по корпусу. Ну и я просто знаю эту семью, что она у меня была долгое время без расшлода. Как-то я пропустил момент, что здесь не было матки. Поэтому знаю, что семья не очень сильная. Специально покажу вам этот пример с расширением магазина. Вот та рамка, что я поставил, на которой не очень много пчел. Она вся засеяна. Эта семья у меня, друзья, была трутовкой. Скажу вам честно, без всяких секретов. Настолько долго пробыла семья без матки. Я был уверен, что здесь матка есть и не заглядывал. Потом обнаружил, что матки нет. И там уже семья трутовка. А я ее исправил. И на данном этапе здесь много засева от хорошей плодовитой матки. Пчел здесь был полный корпус. Может быть, какой-то процент отошел. Здесь есть напрыск. Также, конечно же, для расширения я оцениваю и количество кормов в гнезде. Почему так? Потому что, в зависимости от периода расширения, может быть, разная ситуация. Бывает такое, что кормов нет. Поэтому я учитываю, что какую-то часть кормов пчелы также будут раскладывать и в гнезду обязательно. Ну вот здесь с кормами в гнезде, кстати, полный порядок. Это уже вторая рамка от краю. И, в принципе, мед есть в каждой из этих рамок. Вторая была довольно тяжелая. Здесь напрыск. А здесь пропечатанная половина рамки. То есть, ориентируемся в первую очередь на то, что корма здесь есть. Это значит, что пчелы будут складывать небольшое количество в самом гнезде. Так, мы можем вернуть уже одну рамку. Вот этого трутня, который, ну как горбатый расплод получился, которого трутовки насеяли. Я его срежу обязательно, потому что этот трутень, он не представляет никакой ценности. К оплодотворению он не способен. Это будут маленькие трутни. Все нужно посрезать. Но вам я видео не буду затягивать. Так, печатный расплод. Это рамка, которую я подставлял. Вот она, маточка моя работает. Семья не отрутовила окончательно. Легко исправилась. До момента запечатывания трутовых ячеек. Исправить трутовку, кстати, очень легко. Путем добавления рамки с яйцами. Либо же путем добавления плодной матки. И семья легко исправляется. Так, ну, здесь больше медоперговая рамка. В принципе, можно до конца и не смотреть. Здесь тоже уже есть напрыск, есть яйца. По большому счету, что я оцениваю при таком беглом осмотре? Я оцениваю, есть ли в гнезде место для работы матки. Чтобы во время медосбора у меня матка продолжала сеять. Все очень индивидуально. Кто-то ограничивает матку в засеве во время медосбора. Здесь полностью залита часть. А здесь пустая рамка. Я не хочу ограничивать. Почему? Потому что пчелы, которые сейчас находятся в гнезде, вышли, ну, наверное, пару недель. Точно как не все, но, может, какие-то дней 10 так вышли. То есть, молодых пчел здесь не так много. Все пчелы, которые здесь есть, они будут участвовать в медосборе полностью. Потому что здесь молодых практически нет. Ну и расплод они сейчас выкармливают в небольшом количестве. То есть, моя задача, чтобы эта семья за время медосбора так же нарастилась. И потом у меня с ней не было проблем осенью. Поэтому, друзья, как видите, семья не очень сильная, не очень мощная. Поэтому здесь без лишних сложностей я разделяю корпус и магазин. Надставку магазинную 145, кто как называет. Разделяю ганимановской решеткой, для того, чтобы 100% исключить попадание матки в магазин. И 2, 4, 6, 8, 10, 11 рамочек у меня здесь. То есть, полурамочек я не ставил 12. Для того, чтобы они были больше оттянутые. Ну, то есть, изначально просто стояло без ганимановской решетки. Ну, а сейчас делаем таким образом. Перейдут ли пчелы, друзья? В данном случае хочу делать одно такое замечание, одну небольшую ремарку. Для того, чтобы пчелы перешли в оттянутый магазин, нужен просто сильный медосбор. Я думаю, что медосбор будет отличный. Почему? Потому что находится все это дело очень близко относительно подсолнух. Какие сложности могут быть при весеннем расширении таким способом? Скажу сразу, потому что видео могут смотреть не только в июле месяце. Сегодня, кстати, 15 июля. А могут смотреть и весной. Так вот, в данном случае, для того, чтобы у вас такой метод не привел к роению, необходимо, конечно же, убедиться, что там у вас по количеству расплода все с расплодом нормально. Потому что, если будет семья перенасыщена расплодом в нижнем корпусе, вы можете таким образом просто спровоцировать роение. Ну, не то, чтобы спровоцировать, но вы от него не уйдете. То есть, этот способ расширения семьи не позволит вам уйти от роения. Могут зароиться, могут не пойти в магазин. А в данном случае я таким образом делаю без какой-то боязни. Потому что матка заменена, семья не сильная, там некому роиться. И вот такой магазинчик они вполне себе соберут. При таком расширении, 145 рамкой, магазинами, какие дальнейшие действия? Вы можете просто заглядывать, как правило, заносят магазин из центра. Вы можете заглядывать на центральные полурамочки, доставая рамки, контролируя количество меда. Когда вы увидите, что здесь уже запечатанные полурамки, то, как правило, к краю они будут не такие полнометные. Вы смотрите, как только уже все полурамочки залиты нектаром, некуда складывать. Вы поднимаете этот магазин наверх, для того, чтобы в нем печатали зрелый мед. А под него, между этим магазином и корпусом, ставите еще один магазин. И таким образом, магазинами вы наращиваете пространство под мед. То есть, это один из таких первых, самых, наверное, простейших способов расширения. Ну и, друзья, на примере вот этой семьи покажу вам, как расширить семью перед взятком. Когда нет магазина, когда нет 145-й рамки в запасе. В принципе, я и на эту бы семью поставил 145-ю рамку. Но ради того, что задают вопросы, что есть у меня знакомые, друзья, у которых нет 145-й рамки, еще не успели оттянуть. Я специально для вас покажу, как это сделать на слабых семьях, когда нельзя расширить до полного корпуса. Вот сразу достал рамку и посмотрите, она полностью у нас с печатным расплодом. Печатный расплод. Я смотрю, нет ли здесь матки. Матки здесь нет. И отправляю такую рамку во второй корпус. Формируем второй корпус. Пока просто произвольно ее туда поставил. Потом покажу, как сформировать. Это легкая рамка. Здесь у нас засев. Яйцо, личинка, молочко. То есть здесь работает матка где-то. Такую рамку оставляю в нижнем корпусе. Чтобы продолжали кормить, выкармливая личинку. Здесь расплод вышел. Также рамка засеяна. Продолжает выходить расплод. Значит, матка здесь будет работать. Оставляем эту рамку. Тем более, там расплода на выходе осталось совсем чуть-чуть. То есть это не то, чтобы там большое пятно выходит. Небольшое количество. А вот здесь полностью, опять же, рамка с печатным расплодом. Ходит матка. Вот она. Хорошая, большая плодная маточка. И здесь практически так же запечатанный. То есть нам нужно матку отсадить на вот эти две рамочки. Я это делаю без перчаток. И такую рамку отправляем во второй корпус. Оттипичная кормовая рамка, которая остается в первом корпусе. Ставлю ващину. Смотрю следующую рамку. Здесь открытый расплод и перга. Много перги. Такую рамку мы поставим второй. Она у нас будет в дальнейшем медоперговой рамкой, которую мы, возможно, потом отставим до весны. Так как большое содержание перги в ней. Идем дальше. Эту рамку начали заливать. Здесь печатный расплод. Такая рамка тоже отправляется во второй корпус. Тоже рамка. Частично печатный расплод. Частично перга. Частично личинка. Можно поставить ее во второй корпус первой рамкой с краю. Ну и такую рамку тоже можно отправить во второй корпус. Здесь личинка. Открытый расплод. Немножко печатного. Здесь у нас тоже открытый расплод. Ставим еще одну ващинку. И контрольно посмотрим две оставшиеся рамки. Рамка с пыльцой и напрыском. Ну вот такая половина. Наполовину пустая рамка пчел. Очень много еще остается на стенке. На дне летные пчелы. Все собрались, пока они еще не участвуют в медосборе. Только сегодня пошла разведка. Поэтому я сюда поставлю еще одну вощину. Для того, чтобы обновить гнездо. Оттянуть вощину на медосборе. И посмотрите. У меня здесь получается 10 рамок. До полного гнезда я не ставлю. Сюда ставим заставную биофрагму. Итак, заставная. Ограничиваем гнездо до 10 рамок. Такой семье. Кладем ганимановскую решетку. Итак, у нас во втором корпусе 5 рамок из первого корпуса отставленных. Все они с печатным расплодом. Первая, как я говорил, показывал. Это рамка, в которой печатный расплод на выходе. И много перги. То есть, я ее таким образом ставлю, как медоперговую с этого края. Далее ставим сразу же вощинку. Это уже четвертая вощина в этой семье. Если семья поменьше, значит вощины будет поменьше. У меня все рамки обсижены полностью пчелками. Посмотрите, сколько пчел. Плюс я учитываю, что здесь есть печатный расплод. И он выйдет. Вот они, пчелы, сидят в 2-3 ряда. Поэтому здесь будет достаточное количество для того, чтобы покрыть эти рамки, оттянуть и принести в них мед. Также вы можете сильно во втором корпусе не усердствовать вощиной, а добавить также и суш. Я скомбинирую. Поставлю, наверное, даже еще одну рамку. Пропустим. Поставим расплода. Далее ставлю вощину. Ставлю вот такую прекрасную сушь. И можно еще поставить рамочку суши. Но, так как здесь по пчеле, смотрю, количество этого достаточно, я ставлю заставную досточку. А то есть, в чем особенность данного способа? В том, что мы не забиваем. У некоторых возникает просто в разговоре, смотрю с пчеловодами, общаюсь с начинающими, возникает некоторое недопонимание, как расширить двумя 12-рамочными корпусами слабую семью, если обойтись как-то без магазинов. Именно работать только с трехсотой рамкой. Все очень просто, друзья. Суть именно вот в этих заставных досточках, которыми вы ограничиваете пространство в каждом корпусе. Желательно, чтобы оно было симметрично. То есть, если 10 рамок внизу, значит 10 должно быть вверху. Если 8 внизу, 8 вверху. Это будет идеальный вариант. У меня получилось немножко меньше. То есть, у меня вот эта заставная прикрывает седьмую, девятую рамку. А десятая рамка у меня там в свободном пространстве. Но просто можно добавить сюда. Нет, под рукой не хочу бегать. Поставить еще одну рамочку суши, просто чтобы выровнять вот эти температурные моменты. Значит, расплод у нас внизу. В чем суть такого расширения? Расплод у нас внизу, матка работает внизу. Место под работу матки есть. Сейчас там начнут оттягивать ващину. Три листа для такой семьи немного. Здесь вверху то же самое будет происходить. Ващину будут оттягивать, только в нее 100% будут заливать нектар. И также вот в эту сушь. По наличию взятка, по интенсивности медосбора, по погоде, можно посмотреть даже этот корпус полностью доставить. Весь вот такой вот прекрасной сушью светлой под мед. То есть, таким образом можно расширять не очень сильные семьи. В сильных семьях все то же самое. Можно поделить семью, сделать один корпус печатного расплода в разрез с сушью, либо вощиной. Но в печатном расплоде сильно вощиной не усердствуйте. Там 4 листа на такой корпус это максимум. Подняли сюда весь расплод. Там, например, 6 рамок расплода. Добавили вощины суши и подняли наверх. Внизу у вас, если очень много пчел, семья ломится. Либо же у вас уже было 2 корпуса. В разрез этих двух корпусов ставите третий корпус. Можно перемешка вощина сушь. Добавить туда тоже печатного, либо открытого расплода. Все исключительно индивидуально уже по силе ваших семей. Вот таким вот образом можно расширять любую семью. Ну и друзья, есть у меня видео, может возникнуть вопрос по поводу перехода пчел в магазины на 145 рамку. Есть видео, я оставляю ссылочку внизу. Посмотрите, пожалуйста, там вся полная информация о том, как заставить пчел перейти на 145 рамку. Я бы даже сказал, комбинированный способ использования 300 и 145 рамки. Посмотрите, друзья, суть в том, что использую вместо второго корпуса 2 магазина. И у меня есть возможность поставить туда и 145 рамку, и 300, и различные комбинации и нюансы. Всем спасибо за внимание. Всем желаю обильных медосборов, мира, здоровья. Всем пока.